Что делать, когда температура за окном стремится к нулю, а тепло в квартире в дефиците? С такой проблемой столкнулись жильцы дома 33 по улице Ленина. По словам жильцов, весь сентябрь и начало октября радиаторы отопления были холодными, как лед. От звонков в управляющую компанию и коллективных писем столбик термометра в жилых помещениях не поднимался. Отчаявшись, замерзшие жители пригласили к себе домой представителей Государственной инспекции строительного и жилищного надзора, управляющей компанией и нашу съемочную группу. Ирина Цепетова с подробностями. На улице было тепло, а мы вообще не замечали. А потом, как похолодало, и вот весь сентябрь мы звоним этим диспетчерам. Толку никакого. Я столько жалоб от людей дома. Что делать, что делать? А диспетчер отвечает, то давление низкое, то насос полетел, то еще какие-то причины. В чем дело, объяснить не могут конкретно. Целый месяц жители дома 33 по улице Ленина жили в холоде. Сегодня в квартире Тамары Алексеевны тепло и комфортно. Температура воздуха в жилом помещении самая оптимальная – почти 22 градуса. По словам хозяйки, жалобы возымели действие. Отопление включили за сутки до приезда нашей съемочной группы. Но сегодня радиаторы, как и месяц назад, снова холодные. Видите, батарея прогрев ровный. То есть, что сверху, что снизу. Она не забита. Радиаторы отопления в квартире, согласно приборам госжилинспекции, в хорошем состоянии. Причина выяснилась чуть позже. В подвале дома прорвало трубы. Впрочем, эту причину можно назвать проблемой сегодняшнего дня. А ведь тепла в квартирах не было целый месяц. По словам представителей управляющей компании Коми-сервис, первая причина невысоких температур в доме – низкое давление в тепловых сетях на входе в тепловой узел дома. Многоквартирный дом 33 по улице Ленина Тупиковый, то есть самый последний на тепловой магистрали. Когда мы осматривали весь дом, повторно на основании обращений граждан, у нас была получена информация на основании манометров, которые пошли по верху, о том, что давление теплоносителя на входе в дом идет в три атмосферы. То есть данного давления недостаточно для циркуляции дома. Писали письма, составляли акты. Компания КТС приходила с приборами, осматривали весь дом. Теплопотери в доме нет. Циркуляция идет естественная. То есть как заложена техническая документация. Но есть еще и вторая причина – ветхое состояние систем отопления и канализации, капитальный ремонт которых не проводился в этом доме с 1991 года. Вся коммуникация в подвале, который находится в системе отопления, в ветхом состоянии. До нашего управления пока не взяли. Никто палец о палец не ударил. Там проходят и транзитные трубы, и наши трубы. Вся система свящих. У нас нет денег, чтобы делать капитальный ремонт. Мы составляли смету и представили, что жильцы не согласились на это. Потому что огромная сумма. Но мы бы, конечно, за свой счет все сделали бы своими силами, если бы жильцы согласились бы хотя бы какую-то часть. С тем, что система отопления нуждается в капитальном ремонте, жильцы дома единогласны с управляющей компанией. Нужно, да. Нужно отопление делать. Потому что, я вот говорю, давно живу здесь. Вот и эта женщина. Ну, мы заехали в одно время, 91-й год. Вот, кстати, и вот такая самая система. Сначала было нормально, а потом начали там врезать, а кто куда. И все, пропало тепло, и никаких сбегов. 2 миллиона 400 тысяч рублей – столько стоит капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Взять на себя бремя расходов жильцы дома 33 по улице Ленина не согласны. А между тем, капремонт этого дома по региональной программе запланирован на 2029 год. Ускорить этот процесс можно. Сегодня собственники многоквартирного дома должны решить, хотят ли они жить в дефиците тепла.